Второй по значимости храм Иверского монастыря уже в октябре будет открыт для молитвы. Сейчас завершается капитальный ремонт исторического здания. О благополучном течении стройки насильницы молятся каждый день, в том числе и во время этого краткого богослужения. Пресвятая Богородица, спаси нас! Молебен совершается перед копией Самарского знамени, того самого, под которым воевали болгарские ополченцы в годы Русско-Турецкой войны 19 века. Оно было изготовлено в Иверском монастыре по инициативе Гласного городской думы Петра Алабина. Знамя сейчас хранится в Софии, в Национальном музее военной истории Болгарии, а в Самарском монастыре – копия. Нынешний молебен приурочен к годовщине победоносного завершения обороны Шибки. Сестры вышивали от всей души и всего сердца это знамя, которое послали потом воинам. Они знали, что будут освобождать наших братьев славянских. И шили это с большим усердием, с большой любовью. Это тот самый редкий случай, когда копию знамени выносят из храма. Прихожане идут крестным ходом в Струковский сад к месту старта международного патриотического проекта «Самарское знамя». Площадки превратились в место исторической реконструкции болгарских событий, а на центральной трибуне торжественное открытие. Вот русский народ всегда жил по западям Христовым, а главная заповедь – это любовь. Но подлинная любовь всегда жертвенная. Нет выше той любви, кто душу свою полагает за други свои, говорит Христос Спаситель. И вот наши предки в то далекое время явили эту жертвенную любовь. Алексей Солоницын – автор исторического романа «Самарское знамя». Сегодня он в числе участников торжества. Полотнище, которое было передано из Самары в Болгарию, имеет особое значение, как мистический символ объединения народов. «Самарское знамя олицетворяло нечто большее, чем вот от уголок земли под названием Самара. Это было знамя, которое сплотило вокруг себя народы. Это наша вера православная. Она умеет народы объединить, дать им импульс для развития, новый толчок, не только языковой, но и культурный». Не случайно именно это знамя стало основой для государственных символик Самарской области и Болгарии. Всех угощают праздничным тортом, разрезать который доверили детям. В этот день в саду работали концертные творческие площадки, пели русские и болгарские песни, так чтобы как можно больше людей смогли узнать историю и приобщиться к святыне, которая является Самарское знамя. Олег Зверев, Николай Сидоров, События.